Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Египет, и данная кампания уже, по идее, должна подходить к концу, но вот на нас, на Кассенсию, напали вдруг не стал ни с сего германцы, да, свебы. А мы сейчас будем, конечно же, обороняться в Кассенсии, то есть вылазку делать не будем, и постараемся как-то, как-то, каким-то образом катку затащить, несмотря на то, что, в принципе, у нас по кавалерии слонам покоцали нас неплохо, да, но шансы есть. Меня вот у свебов тут больше всего бесит вот эти вот братья-копейщики, ну, хотя, в принципе, братья-копейщики не такие уж и прям ребята мощные, но у них параметры брони очень хорошие, поэтому выбиваться они будут очень долго, но я надеюсь, что у нас все получится. Так, ну что, будем сражаться на поле битвы, само собой, контроль большой армии, и поехали. Надеюсь, что у нас получится выстоять, и в скором времени мы уже закончим, наконец-таки, кампанию за Египет. Кстати, опять же, повторюсь, то, что кампания за Египет у нас получается такая, знаете, самая, самая такая спринтерская. То есть, это самая быстрая кампания, которая у нас только могла быть, потому что все, уже финал прохождения уже совсем скоро, быстрее я только проходил, наверное, за этого, как его там звали, Марка Антония. За Марка Антония мы там управились в течение, по-моему, 21-22 серии. Посмотрим сейчас, сколько управимся по времени за Египет. Итак, Кассенти, конечно, город небольшой довольно-таки, поэтому и обронять его особой проблем не возникнет. Тут, конечно, было бы неплохо, не знаю, какой-нибудь мод поставить на Рим-2, чтобы, например, даже городам без стен поставили, например, тоже какие-нибудь чистоколы, да, или вот эти вот башни, да, с корящими стрелами. Было бы неплохо. Но такого моды, к сожалению, до сих пор нет. Так, а нападать будут с двух сторон, да, вот отсюда свебы пойдут. Вот мне эти копейщики новобранцы-обосранцы. Так. И вот с этой стороны. Новобранцы с дубинками. И германские юноши. Так-с, понятненько, понятненько. Так. Ну, чё? Будем делать. Собственно, будем строить барону. Так, с этой стороны они не подойдут никогда, только если будут обходить. Так-с, 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 так-с. Ну, чё, будем ставить тогда здесь пайкманов. Давайте здесь пригородим пульс. Пусть ребята встанут. Так, здесь пригородим пульс. Так, и где ещё? Так, остальных сзади поставим. Пусть тут будут стоять. Так. Конятся, конятся, пусть будут стоять позади. Ну, в принципе, пусть тут и будет. Так, по пиктуре. Пусть слишком тоже далеко сейчас не отходят. И выходят никуда. Так, вот у нас обычная египетская пехота. Чё у нас с прачниками? Так, слингеров. Сразу сюда. Да, слингеров очень не хватает, но если ещё нам корейские топорники помогут, они будут подрабатывать на полставки этими застрелами, короче, в нижнего боя. Так, слоны. Слоны пока тоже попридержим слонов. Так, короче, как-то так. Ждём. Так, ну всё, в принципе, мы готовы. Так, самое главное, как бы, сохранить в целости и сохранности вот именно нашу тяжёлую пехоту, мечников. Так, пикинеры стоят, всё отлично, пусть стоят, молодцы. Ну, блин, нам сейчас, конечно, придётся тяжко. Ну, сейчас тут и мечники идут уже. Мечники с круглыми щитами, воины, волки. Германские, да, черти. Будем чё-то делать. Так, пехотка тоже на месте. Так, ну, я думаю, слониками сейчас можно будет обойти, в случае чего. Кавалерии у них вообще как таковой нету, да? Давайте второй ещё такой заслончик сделаем. Какая тройная линия, да? А, ну и всё, наш уже обстреливают. Так, ну я думаю, сейчас, блин, на пиках-то они просесть должны неплохо, на самом деле. Сейчас ещё и корейских топорников сюда пошлём. Так, прачники, сюда остановитесь. Так, ну, в принципе, чё, стреляете чё? Ну, они, в принципе, и так неплохо работают. Так, ну вот, пошло дело. Так, нет, давайте-ка вы отойдёте пока что. Так, ну чё, слоны, походу настало ваше время, да? Всё, давайте сейчас всех с одной стороны вышлем. Всё, слоники идут в бой. Да, воины-волки тут выбили их быстро. Ну вот, ладно, сейчас, сейчас скорится, я надеюсь, что-нибудь придумают. Да, как тут, блин, держишь-то барон-то наши пикинеры-то, да? Вы только посмотрите на это. Ну ничего, сейчас, сейчас слоны всё сделают. Погодите. Сейчас всё будет. Совсем, как говорится, другое дело. Так, всё, помогаем потихоньку. Так, всё, пойдёмте слонами дальше. Так, вот дальше там германских юношей троллить, и всё в этом духе. Так, а конями сейчас мы вот так вот их тоже затроллим. Так, остальными сейчас тоже вот так вот зайдём. Так, давайте код сюда. Так, ладно, короче, пусть всё, пусть слоны идут на пехоту, а конец пойдёт тут на этих застрелов. Ну что, реально задрали. Так, пусть компаницы им тоже помогают, покажутся. Во! Отлично, 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 отлично. Колеблются, соблюдки. Колеблютись, колеблютись дальше. Колеблютись, давай, 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 давай. Так, ну а бранцев сейчас тоже всех-всех-всех на смерть. Не, коридись прям вообще на красоту. Блин, какой же второй рим все-таки офигенный. Вот, блин, прям, прям, прям испытываешь кайф вот этой игры. Так, ну всё, отлично. С этими ребятками мы разобрались. Идём дальше. Давай, валим, 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 валим. Ну всё, оставшихся слоников сейчас посылаем, короче. Тролли всех по полной. И всё, и сейчас свебы, свебы плавненько пойдут по жопе. Чему я несказанно рад. Так, продолжаем гнобиться юношей. Ну и всё, по-моему, по-моему, конец. Для свебов. Попытались сидеть, что-то сделать, да? Вот, что-то не судьба, видимо. Ибо раш с лониками, знаете, раш с лониками ещё никто не отменял. И штука довольно-таки действенная. Как была, так есть, так и будет, так она и останется. Всё. Перемалываем на красоту, ребят. Всё, в живых не останется никто. Так, ну а теперь можно сыграть в боулинг с вебами, да? Сейчас я прикажу нашим бравым слоникам идти и добивать ребят. Так, компанистская конца вообще практически никого не потеряла. Ну-ка, давайте поиграем в Бенни Хилла. Ибо теперь уже можно. Давай, да, да, сука. Во славу Египта, короче говоря. У нас даже, ребятки, особо, знаете, вот эти слоны даже особо и в стресс не впали. То есть всё нормально, более-менее. Хотя вот пикинерам, конечно, тут перепало. Ну и они, конечно, основную скрипку ведь сыграли, да, в сдерживании. Ну, так чё, а в обычный день, время 2, ну чё. Пришли свебы, показали им людей, и всё. Можно дальше спать. Да, битва завершена, 505 человек, всего лишь мы потеряли. Зато у свебов, да, все вообще полностью из-дет. Опять же, целый отряд слоников, 801 человек набили. Молодцы просто. Ну и пикинеры тоже молодцы, хорошо поработали сегодня. Так, шли бы вы отсюда, петушки, а? На Кассентию хотели позориться. Блин, а их хвоста ведь ещё до хренища. Я думал, что нет, оказалось, что смотрите, сколько вас там ещё. Так, а вот у наших союзников афинян, чё тут в Испании, чё-то не застопарились, мальца, как я посмотрю. Ну, зато на востоке у нас вообще красота, вась-вась. Всё идёт по плану. Все друг с другом дружат, как я и хотел. Так, чё тут у нас? Так, священная земля в Риме. Так, в Кассентию рыночное поселение и копии. Ну, потихоньку-потихоньку развиваемся. О, бревки воюют со свебами. Неплохо. Надеюсь, что он... Оттянут они свебов от нас, поэтому надо сейчас с бревками подружиться. Так, бревки, бревки, бревки. Отношения, хотя, не дружественные, но... Хотя, нахер, вы мне нужны. С другой стороны. Мы тут общих границ с вами не имеем. Не имеем. Ну, значит, вы нам не нужны. Такс. Такс, такс, такс. Значит, смотрите. Италия. Так. Нам нужно захватить Италию. Италию. А Неаполис с Риминумом уже захватили... Римляне. Военный союз с ними нужен. Ну, я думаю, вы не откажетесь от дохера денег. Конечно, не откажетесь, ребят. Так, и, то есть, получается что? Получается все. То есть, мы сейчас с вами прям напрямую идем на Вальтьеру, да? Пробуем сейчас как-то этих ребят побить. По-жестокому, да? И получается, что все у нас... С вами последнее поселение Италия. Все нормально с ними. Так, по общественному порядку. Так, Амон Зевс, да, давай. Фигарис. Так, ну, давайте попробуем отравить. Блин. Ненавижу. Ненавижу вас за это. Так, изнурение. О-о-о. Что-то как-то все плохо. Ну, ладно. Так, а тут у нас еще ублюдки стоят. Ну, опять же, в принципе, для нас это не проблема. Так-с. Ну, что, давайте тогда, ребята, объединим. Здесь наймем... Наемных гаплитов, да? На всякий случай. Так, потом подошлем наш флот еще к Ариминуму, да? В случае, если, например, там кто-то захочет... Кто-то захочет, там, те же маркоманы или свеба пойти на Ариминуму, у нас еще тут флотец рядом будет. Блин, да чё ж такое-то? Почему я их отравить не смогу-то? Так, а давайте тогда отравление колодцев. Попробуем в гарнизоне, может, что-нибудь сделать. Отлично. Так, кровавые лебеди. Надеюсь, что они в случае чего... Блин, два стека, да? Кровавые лебеди. Плохо. Надо, короче, стек подтягивать, я так понял. Блин, ну это придется подождать тогда. Судя по всему, потому что, блин, у нас сейчас только-только-только сейчас еще дополнительные два стека подойдут. Потому что, если сейчас прям пойти, то это будет чревато. Вот если пойти на Вальтьеру, да? То есть даже если мы сейчас их вот в воинство водоназа зафигарим, да, и захватим Вальтьеру, то потом еще стек кровавых лебедей придет. И на них у нас уже сил может не хватить. Так, давайте шанс крита, короче, сделаем. Так, избежать действий вражеских агентов. Поэтому лучше, скажем так, дополнительно перестраховаться. И подождать, пока тут наши приплывут. В принципе, сделают они довольно-таки быстро, по идее. Должны, да? Так. Ну да, пусть пока тут войска наши будут тренироваться. Все, военная подготовка, давай. Все, нам спешить некуда. В принципе, условия мы почти все выполнили. Так, здесь еще чем. Ладно, пусть пока все как будет, так и будет. Там сейчас посмотрим за развитием ситуации. Одна вальдера у нас осталась для того, чтобы выполнить условия компании. Да, конечно, давайте правопроход, безусловно. Так, они с Ариминома решили свалить. Давайте торговлю, конечно, ребят. Так, пошли на Аримсвеба, да? Ух, какие, какие, ё-моё, какие у ребят опасные, да? Свеби продолжают ответный удар. А вот пошли вы нахер. Так, пока держимся. Так, с Кассенти сваливает, но, блин, тут Сиракузы. Продолжаем держать удар, короче говоря. Блин, слишком их тут много. В общем, вся проблема. Нет, здесь я вас не поддерживаю, потому что у меня сейчас нужно спокойствие в тылах. Так, да, поселение в осаде. Угу. Так, ну чё, король Артура на нас... На нас напали, да? Это можно только так охарактеризовать. Так, ну чё, пока не поздно, значит, надо сделать вылазку, тем более, что в ходов до капитуляции тут у нас всего лишь один ход остался. Значит, надо делать вылазку, тем более, что, да, у нас шанс вполне есть отбиться. Ну, давайте с первого, в первую победу. На первую победу хотя бы, да? Попытаемся заработать. Так, ну вот, уже неплохо. Так, всё, значит, есть у нас, есть у нас ещё время для того, чтобы восстановиться. У-у-у-у-у-у. Пипец. Ха-ха-ха. Так, пять, ух, ё-моё, пять ходов целых, да? Жесть. Так, блин. Надо срочно, срочно, срочно своих подтягивать. Блин, а то, что же нам делать-то? Вот только, вот только посмотрите на это дело. Так, лагладиаторши, так, пока что можно сделать? Сможен пока нанять этрусков, наёмных, так, наёмные этруские гоплиты, итальянские ребятки. Да уж, да уж, опасно, опасно. Опасно, скажу прямо. Но вроде пока стоим. Отлично, диверсия удалась. Так, ваш саглядатый перехватил сведения о военных планах и важных объектах противника, а также вражеские приказы. Угу. Так, замечательно, только что это нам дало? Дало. Так, дальность перемещения этой армии снижена вдвое. И это войско не может укрепиться. Отлично. Так, всё, воинство, водоназы, всё, оно уже практически полностью мертво. Замечательно. Даже сейчас можно их добить. Отлично. Так, ну чё, заходим обратно тогда сейчас, и заодно нанимаем, нанимаем новых, новых ребят. Так, и пусть это будут кто у нас? Пусть это будут гладиаторши. Да, пусть это будут тупо гладиаторши. Две штуки. Сейчас мы их тоже по полной прокачаем. Так, и меня беспокоят вот эти вот, блин, марокоманы, чё они тут делают. Гады сволочи. Так. Всё, тут ребята дальше развиваются, всё нормально. Всё, ждём прибытия подкреплений. Так, римляне там, кстати, ещё неплохо защищают тылы. Я смотрю уже по Таве их, римские. Что не можешь не радовать. Так, и вроде как натиск сейчас из вебов должен упасть. А, царские скифы. Так, на союзника напали с Аггарси. Ну, тут, конечно же, придётся на стороне союзников выступать. В принципе, я думаю, там наши северо-восточные рубежи, в принципе, должны быть норм защищены, да. Вот мы цех-то полный стэк, там габала полстэка. Поэтому, я думаю, отобьёмся мы от царских скифов, от этих кочевников. И сейчас все силы, да, надо сосредоточить вот на изгнании свебов из Италии. Наконец-таки тогда мы выполним условия кампании. Эх, немного осталось, ребят, немного. Ещё буквально-таки вот последний рывок. И всё у нас будет. Так, о, отлично, отлично, отлично. Спарта, Спарта тоже сейчас в приклазь, короче говоря, да? То есть мы это сами видели. Так, вот это уже обещает быть интересным. Так, сейчас, сейчас Спарта будет свебов теснить отсюда. Замечательно. Так, вот такие дела. Правда, меня немного не радует то, что этрусские мятежники появились у Ариминова. Ну это ничего, справимся как-нибудь. Так, ну ничего, надо вас как-то затроллить, ребят. Так, уничтожение обозы. Да, давайте дальше перехват приказов. Блин, жаль. Но всё равно повышение, повышение рангов у агент случилось. Так, контрразведка, убийство, манипуляция и яд. Давайте шанс крита лучше сделаем повыше. Что в случае чего, шанс был. Так, здесь, ребятки, что делать? Пока стоят, отдыхают. Так, пока что в подмогу подведём вот правосудие Птаха. Правосудие Птахи, да? Гуф, Слим и Птаха. Так. Пока что здесь наёмную армию сделаем. На всякий случай. Так, и всё, 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 ребят. Сейчас, сейчас уже наши делегации прибудут в виде двух стэков. И ребята зарешают. Сталось ждать недолго. Да, сука, дорогие, конечно, но чё поделось. Ще, надо, надо испытать их на прочности, ребят. И всё у нас тогда получится. Так. Давайте травим колодцы. Отлично. Так, 66, 150, шикарно. А, хотя это я у себя смотрел, да, Вальтиера, вот. Так, 150, 197, так, 320, ни хрена себе. Германские юноши. Ну, неплохо. Всё, травим, падал, травим, падал. Ну, конечно же, да, помогаем, помогаем против мятежников. Есть на хрена. Сейчас, пусть римляни стоят. Пусть римляни, пусть римляни стоит. Отлично, отлично. Так, ну дальше косенции свебы не пройдут. Хотя тут уже, бен, два стэка они сделали. Так, ну особо они не спешат. Это хорошо, это гуд. Бен, как же долго идёт подкрепление, блин. Плюс ещё вот эти вот царские скифы, будь они неладны. Блин. Чё-то, короче, на западном фронте афиняне чё-то как-то потеряли свои силы. И это меня не радует явно. Блин, но мой блок НАТО сейчас должен вообще их дожать. Вы меня не разочаровываете? Так, ребят, не надо. Так, кассетаны появились. Так, стопа, это чё? Это в Испании чё? А афиняне держат только две провинции теперь? А, нет. Короче, весь юг, да? Просто афиняне держали практически до недавнего времени всю Испанию, но чё-то, короче, у них не вышло. Ещё раз посмотрим по целям. По военной кампании. А, так, получить власть над 85, сейчас 95. Ну, отлично. То есть, в случае чего мы ещё можем потерять 10 провинций, и ничего страшного у нас не будет. Так, хорошо, отлично. Так, давайте атаку ближнего боя, да? Тут прокачаем у своих. Так, ну и подплываем чё? Уже скоро. Так, пусть пока ребята восстанавливаются, время. Так, казарма голоседеров, да? Да, давайте следующие. И фебию качаем. Всё, уже на последнем издыхании, скажем так. Всё, уже надо их... Надо их валить, кончать полностью. Так, на востоке пока вроде всё, ситуацию держим под контролем. Так, на всякий случай ещё кого-нибудь сейчас наймём. Так, нубистских копейщиков пусть. На всякий пожарный. Хотя здесь я полностью контролирую ситуацию, но тем не менее. Так, тут уже и Сагартия тоже. Блин, сейчас такой месиво будет за Вальтиеру, я чую. Чё ж ты будешь делать? Так, Балдуин. О, так, это войско не может ни двигаться, ни хрена ничего не может. Отлично. В принципе, можно попробовать рискнуть из Рима прям пойти вот на этот последний стэк, который в Вальтиере стоит. И сделать победу. Я просто не привык излишне рисковать, скажем так. Хотя вот в Италии, да, сейчас сейвов-то уже практически выгнали. Вальтиера у них одна осталась. А дальше они уже и так и так уже очень серьёзно оттислены на север. Вот за... Сейчас единственное чё за Финяну беспокоюсь. А так-то, в принципе, у нас всё на мази. У нас, блин, такой сильный блок вот реально. Вот сейчас, если мы сейчас возьмём Вальтиеру, то я вам всё покажу. Не, хватит воевать. А то сейчас не осилим. Запретить. Идите к чёрту. Так. Значит, смотрим. Значит, только в Италии у них остался у сейвов Медиалан. Всё. Всё остальное либо под нами, вот, либо от Агену, это маркоманы. Но это уже совсем-совсем, как говорится, другая история. Так, сейчас ждём, пока наши ребята тут восстановятся. Хотя, по сути, можно уже, наверное, не ждать. Кемвридские лучницы. Ох, не знаю, не знаю. Рисково всё равно сейчас идти. О, сейчас пойдём. Отлично. Наши тут. Вот всё, двумя стэками всё уже сейчас можно затащить, попробовать вполне. Так, вот только египетские лучники нам тут нахер не нужны, если честно. Так, урон снарядами 40. Хотя, 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 стоп. Так, египетские прачники. Сколько? 22. Прачники, наверное, нафиг не нужны, а лучники сгодятся. Так, кого-нибудь из пехотки ещё кто у нас остался? Да, давайте этрусских гоплитов ещё, на всякий случай. 36, так, 39, отлично. Вот таким вот макаром сделаем. Так, и к Брундизию сейчас ещё рядом с Кассенти подведём глаза Буре, в случае чего, если вдруг из Сиракуз пойдут ребятки, чтобы я был полностью уверен в том, что Кассентию мы не сдадим. Так, всё, замечательно. Всё, последний рывок, ребят. Хотя, блин, вот этот вот сейчас лазутчик может сейчас всю эту испортить, малину. Надо сейчас с ним что-то сделать. Ай, блин. Чёщики будешь делать? Да, у нас непрокаченные ребятки, блин, конечно, в это всё дело. О, 3%... О, ну ладно. По крайней мере, я и лазучик тут только разведчика один, и он может повлиять только на кого-то одного, на какую-то одну конкретную армию. Поэтому я насчёт этого особо не волнуюсь. Всё, короче, мы готовы, мы готовы идти на Вальтьеру. Сейчас всё будет. Сейчас будет генеральное сражение. Так, ну чё, свебы? Чё, где вы есть? Где, где, где ваши силы? А нет ваших сил больше. Нихрена. Да, максимум, что вы можете под Кассенти стоять, в лагере мы всё. Давай, 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 давай. Да, там идите валить кочевников, идите валить скифов там. Это уже без меня как-нибудь. Я сейчас всё, я сейчас целиком и полностью сосредоточусь вот чисто на свебах. Вы, набалдеть, да? Никогда бы не подумал бы, что египтяне будут воевать со свебами, да, с крестными варварами. В союзе, к тому же, ещё с римлянами. Это прям вообще что-то с чем-то. Так, ну чё, можем вообще сейчас попереть тремя стэками, хотя я думаю, это лишнее. Короче, я сейчас ещё делаем. Ставим бастет, заводим в Рим. Так, вот этих вот господ ставим сюда. Сохраняемся на всякий случай. И даём эпичное сражение. Очень эпичное сражение. Так. Отлично. Ну, тут, само собой уж, извините, понятно, кто выиграет, но, тем не менее, тем не менее, я хочу этот бой сыграть самолично. Всё-таки последняя битва в этом прохождении, как-никак. И я хочу посмотреть на это полностью. Итак, взятие у нас с вами последнего поселения, да, Вольтьеры. Последний город, который нужен для условия для выполнения военной победы целиком и полностью, ребят. Поехали. Ну, я надеюсь на то, что без особых проблем мы сейчас разнесём этих ребят Кровавых Лебедей, Храбрецы Фраона против Кровавых Лебедей. 145-й год до нашей эры. И всё, и тогда господство Египта будет незыблемо. Уже на 100%. Ну, опять же, вот эти копейщики, они должны быть неплохие в обороне, поэтому надо быть аккуратным. Ну, по крайней мере, в нашей армии тоже есть варвары, которые своим собратьям могут попробовать дать неплохой отпор. Так, туман, дать подождём. У нас, в принципе, тоже есть лучники, поэтому нам это тоже важно, чтобы была нормальная погода. Так. Так, Кенера на месте. Всё, давай. Давайте, ребят, давайте. Давайте. Так. Давайте расставляться. Так, тут у нас наёмные труски гоплиты на месте. Так, топорники на месте. Сейчас ещё подождём вторую армию. Хотя, в принципе, можно попробовать уже и так атаковать. Ох, неужели, неужели это всё? Неужели это конец компании? Прям, прям даже не верится. Так, Патолемеева конница, египетская конница, все на месте. Вообще, зажжём, ребят. Так, и пельтасты, да? Сейчас те ребята, которые будут сейчас играть главную скрипку. Ну чё, дайте тусанём по полной, да? Так, ну давайте, скауты, будьте высматривать значит сейчас врагов, противников. Где кто находится? Отлично, подкрепление на месте. Замечательно. Блин, ну вы только посмотрите на этих красавцев. Гладиаторши. Ганадские мечники. О, я чую, сейчас будет этим варварам наподдадим, так наподдадим. Кавалери. Так. А, ну тут только, опять же, с бочиной, если зайти. Так, ладно, сейчас туда зайдём с этой стороны и... где под... где подкрепуху-то отсюда, да, ещё? Все армии, сейчас зайдём. Всё, давайте, ребят, в темпе вальца. Особо сейчас как-то вас сохранять я не буду. Давайте с бочиной, короче, заходите. Андрюха, я маслеву поймал, да? Так, всё, потихоньку на этих, на германских юнош и подходим тогда уж. Ну, не знаю, как-то так, короче, заходим. С одной стороны и ждём, пока остальные подойдут. Так, тут у нас ещё и лучница есть. Неприятно, неприятно, слушай. Бен, или подождать, что ли? С остальных. Чё-то у вас больно до хренища, смотрю. Так, ну ладно, ждём, ждём. Так, давайте уже бежим. Я сказал, бежать. Блин, мы уже несем первые потери. Ну, они уже тоже, я смотрю. Ну, опять же, по крайней мере, лёгкий гоплит, это ребята, которые не дадут себя в обиду в любом случае, да? Блин, вы чё, все отсюда, что ли, сейчас с этой стороны пойдёте, что ли? Так, ну давайте вас пока так патролим, да, лёгкими гоплитами. Пока пусть на себя не отвлекут внимание, да, мы пока вот вот этими вот ребятами сейчас пройдёмся вот по ним, блин, вот таким вот катком, блин, твоя мать. Всё, замечательно, замечательно. Ну так, стреляемся. Ну-ка, давайте пока здесь поставим. Так, заходим, 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 ребят. Так, слингеры, херингеры. Так, всё, давайте вот сюда. Так, тут у нас копейщики, да? Ну давайте сейчас три отряда вот сюда, потом... Вот сюда вот сейчас основную катку, вот так, пикинеры. Сюда давайте становимся. Так, и сейчас сородичи друг с другом будут пинчиться. Что же, неплохо. Так. Всё, мы пока пойдём вот сюда. Ну тут уже реально такой загражд, поэтому я сейчас даже не буду там что-то придумывать насчёт какой-нибудь охеренной тактики у нас будет мясо и кровь. Life and fail, блин. Мясо и упал. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа так ну он убитские копейщики ребята конечно шибко не сильные так ну-ка пока дайте так пройдем так пикини расстоять стоять сидим проходим 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 не место не стопоримся не стопоримся ничего никак не можете эти братьев-то убийцы блин проходим 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 сквозь этих копейщиков все давайте вот сюда надо уже в алисе ублюдки таксу сейчас давайте и баллисту 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 херачим блин да я просто сейчас усусь если были нам и мы сейчас проиграем все поперли 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 нафиг блин и украны бабай что такое давайте 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 ребят вальдобрин копейщики вот она так че ну ахерезь блин так что давайте попробуем так сейчас пройти блин она нам надо в тыл попасть что они тут вообще стоят как я как я не знаю как не валяшки блин все грёбаные германские юноши никак не можем взломать их оборону блин защиту давай там копейщики вот на кто там еще остались я в ахере реально твою дивизию да чушь ты за черт такие вы наличие в обороне вообще что лимбабин какая-то так ладно вроде стыла подошли сейчас по идее должно быть не немного немного полегче брать копеечки бирс вы не ладно а ну все 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 потихоньку потихоньку начинают начинают они отлично 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 давай все просаживаются ребятки просаживается просаживается хорошо 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 отлично тогда эти боевых бам то я же начал волноваться если честно стоять и сказал так юноши ну-ка выстрелись чертой матери так 93 еще для чарджи надо отступить ну все еще с должны прогнуться уровне так давайте немного стену щитов сделаем все и в таляку в таляку сейчас пройдем все ребятки потихоньку начинает сейчас все сдаваться отлично на брендаш и фантули рубил ее мою а то я думаю что все такой тупой таксу замечательно так последний чардж на войну волков я думаю щас поможет не осталось у нас к зигевать последний принуд сейчас если мы этого полководца выбьем то все ну все сейчас уже можно действительно расслабиться расслабиться все победы уже у нас в руках все вражески его начальник убить твою смазь это было блин это было это было нелегко явно так не ну зато смотрите легкий пельтаст очень хорошо себя и вообще в целом лучники лучники нашу еще не хорошо себя зарекомендовали пехот в принципе тоже очень много всего набила да и полководец наш тоже молодец так все то есть ждем сезон если вольтьер или какой-нибудь остальной регион свеба не отобьют то все у нас будет победа в нашей компании мы наконец-таки закончим еще одну кампанию время втором не походу действительно это будет то есть самая быстрая военная победа которая только у меня была на прохождение ну давай уже не томи отлично вот так до оккупируем фух да от замес был еще тут так ну чё да надо 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 сейчас восстанавливаться явно по полной по полин мы сейчас должны выстоять просто обязаны так все я становлюсь здесь и надеюсь что никто внезапно к нам не придет из тыла и смотрим еще раз на цели ну да по идее вот все военная победа нам по идее должна под конец хода быть обеспечена поэтому все я сейчас с предвкушением сейчас сожму конец хода и фух по идее все за египет мы с вами сделали наши цели давайте окинем еще раз взглядом наши провинции наши владения да то есть вот такие у нас территории а таки нас территории плюс ко всему через давайте сразу на дипломатический статус посмотрим то есть желтым показаны наши земли синим земли наших союзников то есть земли наших союзников тоже считаются если чо уж ну вот пол мира можно сказать все наши все под нами юг и запада чиня нет юг и север север и юг а юг под предводительством эллинистического египта до против вот кто у нас самые такие большие силы до против слева скажем так от варварского мира ничего все жмем конец хода я уже на сто процентов уверен что все компанию мы им с вами выполнили нашу с вами наконец-то такие и это было мать твою классно царские скифы мирный договор ну давай чё обожгались до ребятки я смотрю на наших на наших союзниках ну то есть вот таким вот макаром мы сделали мы выполнили условия победы да по большей чести вот благодаря тонким дипломатическим ходам то есть мы передружились со всеми сильными 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 государствами и создали самую мощную коалицию в античном мире теперь мы фараоны всего мира и мы сука правим этим миром с нами все считаются о да что там а Продолжение следует... Продолжение следует... Которую мы вообще выполнили. То есть шли действительно таким железно-бетонным маршем. И, как я уже говорил, на это повлияло то, что... В этот раз я решил отталкиваться чисто от дипломатии. То есть попробовать замириться со всеми сильными восточными фракциями. Вот. И в итоге это дало свои плоды. То есть какие вы сами видите. То есть сначала мы сколосили такую небольшую коалицию. Да, там, то есть помогли Кипру развиться. Потом начали после падения селевкидов делать хорошее отношение там с Афинами, с Партой. Потом вот замирились с Бактрией, Парфией, там, с Агарсией и все в этом духе. Да, то есть вот этих вот всех бывших сатрапов селевкидов, да, мы в итоге зафрендели к себе. И вот это стало, наверное, ключевой особенностью. И в итоге вот сами вы видели, да, как быстро, в принципе, мы начали свою власть над античным миром развивать, разрастать. Вот. Ну и в итоге нам только осталось взять Италию и тоже зафрендиться с Римом и выбереть свебов оттуда, из Италии. Конечно, немного жалко афинян, то, что их сейчас немного поперли из Испании, но, в принципе, как я вижу, они у нас сначала по центру и востоку неплохо шли, их потом выперли, а сейчас они вот захватили теперь запад. То есть, может быть, они сейчас по западу и нормально будут переть и захватывать. Ну, в любом случае, эта кампания, конечно, была быстрая, но, между тем и интересная, потому что вот я сейчас вот эту военную победу выиграл чисто на дипломатии. Вот. Не сейчас примерял бы я хорошую, удачную дипломатию, удачный случай, то и еще бы мы долго-долго-долго с вами, наверное, наверное, бы играли, да, и выполняли бы необходимые действия. Ну, вот, как вам вариант, то есть, не одной лишь тотальной войной единой можно выиграть кампанию, если применять мозги, да, и если вовремя делать выгодные взаимоотношения между государствами, то вот можно и раньше срока, раньше времени, всего лишь на 129-м ходу выиграть уже кампанию такими полувоенными, полудипломатическими способами. Ну, а на этом, собственно говоря, все. С вами был Тьямыч, всем спасибо, ребят, компания, очередная кампания уже за Египет была пройдена. И, то есть, еще одна выигранная кампания в мою копилку теперь положена. Ну, что, переходим в главное меню. О, да. Как же все-таки приятно заканчивать очередную кампанию, ребят. Опять же, кому нужен сейв, наверное, я его выложу. Ну, если вам надо, конечно, там, поиграйте, да, если кто захочет дальше. Вот таким вот составом, как я сделал. Ну, и встретимся с вами в следующий раз на канале. У нас еще осталось прохождение, по-моему, тоже скоро мы пройдем за этого. Велисария там недолго осталось, и в итоге у нас остается вроде как... Еще у нас остается затонухи, да вроде как прохождение. А дальше у нас еще на канале, помимо Total War, у нас Гортик 3 на канале. У нас на канале прохождение по Ведьмаку 3 Hearthstone. И вот в скором времени еще Fallage 4 будет. Ну, а пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели данное прохождение за Египет. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Поддерживайте всечески нас. А я вас буду и дальше радовать. Итак, всем пока, ребят. Всем пока.